Видно Нам сейчас скрасит ожидание главного боя Серинг Монкол против Майкла Кларка Это легковесы Тоже отборочный бой в легком весе Тоже отборочный бой Как всегда бой записаны Раньше в предыдущей программе Ну Здесь все просто По прическам Будем отличать боксера Кларк Без таковой Без прически вообще Отборочный бой В колоколе Чисто Видно walks Посмотреть несколько раундов этого боя. Бой легковес. Ну, пока что нечего сказать. Вы сами все видите. Идет обоюдная перестрелка. В основном одиночными ударами. Вообще, друзья, я должен вам сказать, что очень интересный матч предстоит нам с вами увидеть. Это в ближайшей неделе. Это бой Мигеля Котто. Вот этой вот суперзвезды против Абдулаева. Вот это должен быть бой так бой. Для нас это, конечно, очень интересно. Ну, а тут, видите, удар был ниже пояса. А правилам рефери может дать до пяти минут боксеру, чтобы восстановиться. Извинился стрим-он-кол. Кларк в атаке. Вот, глядя на то, что происходит здесь на этой дистанции, сразу чувствуется, что Кларк, в общем, не обладает мощным ударом, потому что несколько чистых попаданий ни к чему не привели. Раздевалка Винкер Райта. Ну, а мы снова возвращаемся на ринг, где действуют легковесы. Видите, как мало народу. Это вообще говорит о том, что бой состоялся, может быть, за пару часов до основной программы. Самое интересное, несмотря на то, что оба бойца, казалось бы, достаточно разнообразны действуют, а по технике, по тому, как они действуют, они, в общем, очень похожи на друг. И ритм, один и тот же, которого они придерживаются. И попытка разнообразить свои действия, тоже одинаково. Очень средний темп. Это не хорошо и не плохо, я просто, так сказать, констатирую факт. Темп весьма средненький. И преимущества пока нет ни у кого. Последняя минута четвертого раунда. Так вот, что-то Кларк пару раз уже прозевал вот эти атаки, повторные атаки левую руку. В общем, пропускает много, каждый. Учитывая, что этот бой считается как бы отборочным, победитель должен получить шанс на бой за звание чемпиона, надо признать, что уровень чемпионских боев в этой весовой категории, очевидно, будет невысок. Конечно, такие претенденты, как эти двое Забо Джуди, который когда-то был тоже в общем, легковесом на один зуб были бы. Я уж не говорю бы, а Арзубек и Назарове. Я уж не говорю о другом, о другом, о другом. но то этот язык конечно нам не понятен о чем там речь шла увы не могу вам перевести характерный эпизод был сейчас хороший точный перекрестный удар справа ларк нанес противник и ухом не повел это как раз говорит о том что насчет вооружения тут слабовато обстоит в обоих огонька в этом бою нет страсти напросился кларк просто вы просил этот удар сколько можно было подставляться сейчас проснется кларк ну вот наконец-то что-то обострилась окажется и кларк кое-что может вот это падение очевидно разбудила ларка он начал действовать поострее ну сколько же можно второй удар ниже пояса понятное дело очко сниму сыринман пола и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот вы видели как это случилось Дважды по-моему всадил ниже пояса Саринбанков слева этот удар Субтитры сделал DimaTorzok Да, шестой раунд Кларк опять возвращается к своей прежней манере Хотя шансов для контратаки противник предоставляет ему предостаточно Так, отдал инициативу противнику Кларк Саринбанков поджимает поддавливает И в общем счастье Кларк и что он относительно редко атакует, но в общем просчитывает свои шаги Видите, не повторяется Хорошая атака и очень хорошо подготовлены Очень неглупый боксер этот Саринбанков Ему такой темп очень выгоден Он может действительно калькулировать свои движения, свои шаги, просчитывать варианты Шестой раунд заканчивается И по-моему Кларк проигрывает И проигрывает по своей собственной вине Потому что так если посмотреть Ни в техническом, ни в тактическом плане Он ничем противнику не уступает Тита Кринидад Тита это кличка Вообще-то его зовут Феликс Но вот пока что что-то перчатки он не одел Хотя на бинтах уже стоит роспись судьи Поехали 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 Я думаю шестой раунд закончился с преимуществом Саринбанкова В начале седьмого Кларк даже попыток в ней делать что-то поменять Снова низко ударил Суримон Холл Я вот думаю, что с самого начала ясно, что такие бойцы, как Кларк, в общем, вряд ли чего-нибудь добьются в профессиональном боксе Потому что нет в их действиях огонька, амбициозности Кларк пытается действовать слишком расчетливо Все сводит в техническую площадь, плоскость Не хочет он Думаю, не хочет он продолжать бой Да, отказ Субтитры создавал DimaTorzok Да, зацепил его левым крюком И, в принципе, ничего опасного там не случилось Кларк просто сдался Он был психологически сломлен Видите? Ничего там не было Чистое попадание слабой рукой левой И все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!